Руки, руки, руки. Постой там, говорю. Ты чё как дерзко разговариваешь, слышишь? Я не дерзко говорю, не имеешь права. Ты чё как дерзко разговариваешь? Я гражданин. Ты не гражданин? А кто? Хулиган. Чё ты руками здесь пачешь, крыльями своими, а? Э, ты никто. Ты мастер, не ты, блядь, а кушка бомжиха, блядь. Паспорт предъявил? Кому? Мне. Да пошёл ты, знаешь. Куда? Расскажи. Не быть верблюда, блядь. Карта магазина? Нет, карты нет. Размер не посмотрел. Не надо открывать. Почему? Вот здесь номер один. А я не знаю, что такое один. Мне надо размер посмотреть, те, не те. Вот три размера. А я по размеру не ориентируюсь, что такое три. А почему открыли? Чтобы посмотреть, те или не те. Нет, размер не тот. Вот не тот, а не тот. Ладно, ладно, я тогда это, сейчас насчёт памперсов пойду в зал. Я не ориентируюсь по этим вот размерам. А почему вы открыли тогда? Всё равно будет. А я не ориентируюсь по вот этим размерам, которые три. А вы затем не спрашивали, открыли. Давайте, знаете, как сделаем? Я знаю только вот ребёнка про размеры. Если вы теперь испортили упаковку. Я сейчас пойду в торговый зал, повскрываю остальные. Найду, которые и те. Вот, найду, которые и те. И приду, совершу у вас покупку. Да что это совершил? Так, а что с грибами? Грибы я сегодня хотел поесть тоже. Вкусные, невкусные. Вы что это? Вы оплатили всё? А? Вы оплатили, а почему бы я? Нет, я ещё не оплачивал. А, знаете, я хотел посмотреть памперсы, тени те по размеру. Если вы умеете читать, что ли? А я не знаю, что такое три. Я помню по размеру ребёнка примерно. Вот вы должны... Грибы я хотел купить. Грибы хотел купить сегодня. А что у вас? Как у вас? Нету маски ещё. Как у вас? Невкусно они пахнут? Ну-ка. Что такое? Здесь... Ну-ка. Не пойму. Ну это надо купить. Вроде не очень вкусно. Это в ваших проблемах. Тьфу, гадость. Сука. Гадость. Всё равно оплатили. Вообще гадость. Невкусные грибы. Вот за грибы точно платить не буду у вас. Грибы невкусные. Я будешь оплачивать. Грибы невкусные какие-то у вас. А памперсы я сейчас найду, которые те. Не надо. Не уходи никуда. Стой здесь. Надо остальные посмотреть по размеру, повскрывать и... Найду, которые те. Да я не ухожу, я сейчас приду к вам. Да при чём? Стой здесь. Стой здесь. Ну мне надо памперсы найти, которые те. Где у вас памперсы ещё? Покажите, пожалуйста. Где у вас памперсы? Дальше хотите обращать. Мне надо найти, которые те. Грибы я попробовал невкусные, я аж вот обратно всё выплюнул. Причём здесь выплюнул, вы понимаете, что вы не имеете права так делать? Вот тухлятина какая-то, вот эти белые грибы. А вы понимаете, что вы не имеете права так делать? А потому что вы не на рынке, вы в магазине. В смысле не на рынке? Вы должны оплатить их. Понимаете? А чем магазин отличается от рынка, расскажите мне. Что значит, а у нас нет такого, что вы заводскую упаковку пробуете? Ну и что? Вызывай, пожалуйста, полицию. И что? Вызывай, пожалуйста, полицию. А почему вы считаете? Я не имею права. А потому что вы не имеете права. Сначала надо оплатить, а потом делатьажды. А как я размер-то узнаю? Я вот не знаю размер. Вообще-то на них написано, надо читать. А что написано? Мужчины, вызывай по полиции. Что написано? Три? Я не знаю, что такое три. Я знаю ребенка по размеру там и так далее. Я не знаю, что такое, вот такой большой размер, маленький размер, вот я пришел вот так на кассу, вот так я их вскрыл, посмотрел, размер не тот, вот грибы невкусные, вот невкусные грибы. Ты все равно должен открыть дома, а куда идем, куда дышать, руки, руки, да вон они невкусные грибы, ты мне что, химчистку оплачивать хочешь или что, куда, вот тут свежий воздух, руки, 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 ты что как дерзко разговариваешь, слышишь, я не дерзко говорю, не имеешь права, без предела, Что без предела, нет, я не Ара, ты меня спутал, зачем Ара сказал, а кто ты, руки, 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 ну а ты не толкайся, ты не имеешь права, я держу тебя, я не толкаю, не имеешь права, права не имеешь, не имеешь права, представься сначала, Вот, что вот, твое имя, вот, твое имя, вот, тихо, я тебе сказал, представься, кто ты такой, откуда, представься, а я не имею права, кто ты такой, что представься, я не буду представить, Что я такой, гражданин, конечно же, ну гражданин, а ты кто, я гражданин, ты не гражданин, а кто, хулиган, да ладно, почему хулиган, конечно хулиган, а в чем, в чем хулиганство выражается, Вот, я все, бесплатно уходишь, я плачусь В смысле бесплатно уходишь? Да А я должен уходить платно? Дай мне тогда денег, и я уйду платно Ничего себе Он их куда-то бросил, он попросил Сколько денег, сколько, сколько денег А где они? Я не знаю, сколько Сколько денег ты мне дашь? Я зачем тоже дашь? Ты сказал, что я ухожу бесплатно Да Если ты хочешь, чтобы я уходил платно, то есть за какую-то плату, ты мне можешь дать 10-20 тысяч рублей, и я пошел вот так А почему я должен давать тебе деньги, ара? Почему я должен давать тебе деньги? Я не ара, я не ара А кто ты? Ты попугай Ты меня путаешь, ты меня называешь ара, а я не ара, понял? А кто ты? А тебя волновать не должно, кто я? Очень Даже волновать Очень волновать не должно, хорошо, пусть тебя это очень не волнует В общем, сейчас придет, пилите, вы проиграете с тобой Чтобы тебя это очень не волновало, надо Зачем тебе проблемы? А зачем тебе проблемы? Ты так и не представился Мне нет проблем, я охрана, я имею права остановить Сейчас будут Да не поверь в этом, в жизни, что у меня будут проблемы с тобой А зря, что не веришь Да, я не верю и не буду Зря не веришь Вот Зря не веришь Отвечаю Вот просто зря не веришь Мужчина, оплатите, пожалуйста Оплатите А я не оплатил? Вы не оплатили Хорошо, пойдем. Там есть наблюдение. Чего ты руками здесь смачешь, крыльями твоими, а? Вот личная карточка охранника есть, удостоверение предъявляй. Ты никто. В смысле никто? Да. А закон о частной охранной деятельности для тебя что-нибудь написан? Есть, у меня все есть. Закон о частной охранной деятельности говорит о том, что ты обязан представиться сотрудником полиции и другим гражданам, как написано. Другой гражданин и другим гражданам. А ты не гражданин. В смысле, а кто? Да. А кто? Иди рот честь. А кто? Ты свой рот честь? Пахнет плохо. Прижой, блин. Ты луком закусывал, судя по всему, да? Иди оплакивай. Или колбасой краковской. Чего от тебя пахнет как? Чем хочешь. Скажи, употреблял вчера там что-то такое? Чем хочешь. Каньяк, водку. Все я пью. Все пьешь. На рабочем месте пьешь? Я видела сама. На рабочем месте пьешь? Все, я только открывал. На рабочем месте? Кого? Вот это-то, да? Я вот так прям пришел на кассу, вот так прям открыл. Прям вот так. Вот так вытащил, я же не отрицаю. Как вы думаете, они от дождя защищают? Хорошо, нет? Придется от дождя. Ну потому что осень. Потому что осень. А вот это самое? Вот если вот так шапочку сделать, если вот так. Грибы плохие, да, я не отрицаю. И плевать. Вот как вы думаете, от дождя будут оберегать, если вот так делать? Да не надо портить товар. В смысле, это не товар, не толкайся. Руки убрать, сказал. Давай, я тебе уберу руки. Уберешь. Давай. Никуда не денешься. Давай. Тогда трагиваться, он уже на химчистку попал. Ты в курсе, что бабки за химчистку вот этой куртки? Вот эта куртка стоит дороже. Ты зараза, ты больной. Вот это отчего. Ты понимаешь или кто? Вот эта куртка стоит дороже, чем твоя жизнь. Да маски не пи, блин, а куртка бомжиха, блин. Твоя куртка бомжика. А кто ты? Бомж. Ты бомж. На, от дождя, так же сделай. Держи. Надень тебе... Держи, Дарю. Сам себе засунь. Ты что дерзкий-то какой, а? Ты что какой дерзкий, сторож? А, сторож, ничего не попутал? Да, так. Вызывай сюда руководство свое. Руководство свое на место сюда вызывай. Тихо, разговариваю. Не ори здесь, голос не повышай. По чему ты знаешь куда? Куда? Голос здесь не повышай. Ротик прикрой свой. Вызывай. Голос он здесь повышать будет, сторож. Карасев, МАУ, твой руководитель, да? Или кто? Или кто тебе выдал это? А что ты снимаешь-то? А вот так. У тебя тоже должен быть имя, фамилию. У меня должно быть? У меня-то почему должно быть? Потому что ты никто. Я здесь не представлялся охранником. Хорошо, если я никто, почему у меня должно быть? У меня должно быть написано, никто или что? Паспорт предъявили. Кому? Мне. Тебе? Да. С Уяли. Блин, ты мозги не убьешь, хорошо? А почему матом ругаешься? Я нормально говорю. Ты чего матом ругаешься? Я матом не ругаюсь. Серьезно? Я с тобой матом не ругаюсь. Серьезно? Что мозги не делать ты сейчас сказал? Это мозги не делай, это не мать. Нет, ты другое сказал. Я ничего не говорил. Серьезно? Ты лучше, скорее всего, наверное, не тус. С головой не дружишь. Ты сейчас еще сам себе врать будешь, что ты здесь матом не ругался, якобы. Ты, наверное, с больницы убежал? Нет, это ты с больницы, дружок. Я здесь уже два года и в больнице не нуждаюсь в жизни. Вот будешь потом говорить, был в Билле два года, теперь уже срок мотаю два года. Да, да, я буду мотать, я не боюсь. Не боишься? Да, ни тюрьмы, ни прокурора, ничего, я чист перед собой. Серьезно? Конечно. Да, по моему мнению, ты преступник. Ой, преступника будут проверять сейчас. Тебя-то будут проверять обязательно. Обязательно будут проверять. Ну, ты не препятствуй. Так внизу, да. Ты не препятствуй, а что как дерзко базаришь? Ара, ты мужчина или нет? Я тебе не ара. Ты мужчина или нет? И ты руки свои убрал. Мозги не делись, бля. Ты их даже не мыл. Что? Ты руки не мыл. Руки у меня чистые, чем твое рожье. Да ладно. Да. Давай вместе вот так повыпендривайся. Спасибо, что представился. А меня зовут Александр Александрович. А мне не надо твое имя. Это дебиль. Нет, ты сказал, ты представился. Прекрати со мной разговаривать, блядь. Я по-другому сейчас начну. А что ты матом орешь? Я серьезно говорю. А что ты матом орешь? Что ты серьезно говоришь? В чем серьезность твоих камерей? А с тобой можно по-всякому. С тобой можно, может быть, по-всякому? Да. По-моему тоже можешь. Ну. По-всякому. А сможешь? По-всякому. А сможешь? Да уже могу. Да по-счет ты знаешь. Куда? Расскажи. Ебать верблюда, блядь. Иди на тебя. Нет, спасибо. Оставь себе это свое любимое занятие. Да. Я таким не занимаюсь. А это у меня для каждого дебильного сторожа в подарок вот по такому памперсу. Да. Подари свою судьбу. Для каждого директора Билла. А? А, Б? Да не ругайся, пускай делят что-нибудь. Они стоят там смеются, а я ее держу, блядь. Да кого ты держишь? Телефон ты в руке держишь. Держит он, держатель, блядь. Может у тебя должность, профессия не охранник, а держатель. Пиздем, совсем пиздем. Чего ты опять с ним ругаешься? Я не привык к такими разговорами, я не люблю. Поэтому уволься отсюда. Уволься сам. Сейчас будешь там три месяца пахать. Может быть ты ранимый, не стрессоустойчивый. Чего? Ну видишь, не привык к таким разговорам. Ты подсоборный человек, поэтому к таким разговорам говоришь. А что, не видно что ли? А я думаю, что ты подсоборный, потому что ты меня под забором не видел, а вот я тебя под забором видел. Хрен ты, блядь, видел мне. Я живу в гостинице. В гостинице? Да. Фу. О, фу. Как можно жить в гостинице? Почему нет? Зачем? Там все есть. Столько времени прошло, до сих пор свое не купил. Как так? У меня есть свое. Как так? А у меня все есть. Тебя премии постоянно лишают. Ты что, вопросы не решаешь? Лишние вопросы, что ли? Да, я тебе буду, вот хочу позадавать вопросы. Ты мне стал так интересно понять твою сущность, твой быт. Потому что я таких людей, которые, судя по всему, кое-чем обладают, а скорее всего обладают противозачаточными свойствами, встречаю уже очень редко. Но все-таки бывают моменты, как сегодня, например. А я рад, что я редкий человек, не так, как ты под забором. То есть ты рад, что обладаешь этими свойствами? Ты понимаешь, кто? Ты рад, да? Иди, бей водку и нажи там. Где там? Под забором? Под забором. А кто ты еще? Ну давай. Или танцуй. Иди дальше же под забором. Или танцуй. Лезгинку спляшешь? Я не лезгинка. Почему? А вот так. Ну лезгинку пляшешь, умеешь? Не? Блядь, если ты узнаешь, кто я по национальности, передо мной будешь наклонением. Да сейчас. Я сейчас вижу, ребята, уберут нас всегда, блядь. Разбегись. Разбегись. Разбегись, блядь. Себя убери. Меньше говори. Уберу. Понимаешь? Очко свое уберешь. Максимум. Ты ждешь. Отойди туда, стой, пока. Ну мне пора. Человек пора. А что ты ждешь здесь? А? А что ты здесь ждешь? Ментам. Ментам ждешь? Да. Скажи, когда лента будет тут? Э-э-э, лента не будет, не будет, мы не хотим. Лента не будет, он лента послал нафиг, поэтому лента не будет, а хотели сказать, вот и все, не встала, била, жадность била, погубила, правильно? А, ты писатель еще, блядь, а? Ты писатель? Я писатель, ты писатель, оба мы писатели, а не пишешь ты эти штушки, иди к ядреной матери. А вот интервью, вот люблю всяких затупков брать, понимаешь, как? Рвет все, плюет, открывает баки, плюет туда. Что, нельзя? С невкусной твоей грибы, дорога, цена. Невкусная, ты не имеешь права открывать, понимаешь? Да кто тебе сказал такое? Кто сказал? Ты уже здесь набазарил, знаешь, на сколько, а? Иди, знаешь. Куда? Вот этого задержите, пожалуйста, он здесь матом выражался. Давайте его доставим в отдел. Будет в зерночь, да? Да, обязательно. Видеофиксацию нет? Видеофиксацию сможем предоставить? Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. На неоднократные замечания данный индивидуум не реагировал, нарушил закон о частной охранной деятельности, где сказано, что он должен представиться незамедлительно сотрудникам полиции и другим гражданам. Доставить удостоверение? Он не предоставил, он наоборот все спрятал. Я обязан предоставить, продвижить удостоверение. Нет, у меня слышали. Никого, обязан не удостоверить. Так вот, я тебя спрашивал, ты обязан не убирать личную карточку, а оставить ее и еще удостоверение предъявить. Сменщика зовите. Разница. Не придется. Директору. Идите давай, я слушаю. То есть вот этого в отдел надо доставлять, по-любому, 20.1. Удостоверение частного охранника не подоставит. Вы меня слушайте, вы не с ним, а с меня слушайте. Ему могут замену найти, раз. Замену найдем. А дальше сейчас посмотрим. И управляющему, скорее всего, тоже. Мы будем писать заявление на то, что он попортил наши продукты. Попортил. Разорвал, грибы поел. Слушай, тетя, а что ты взяла, что эти продукты ваши? Пожалуйста. Не трогай мое имущество. Что ты взяла, что это твое? Он вышел за зону кассы. Что ты взяла, что я не оплатил? С головой дружишь? Дружу. Дружишь, точно? По камерам осмотрели? Мне сказали, что... Слушай, а мне сказали, что охранника управляющая... Давайте еще еще. Вот послушай, управляющая. На камеру давайте посмотрим. Камеру вы должны посмотреть. Вот мне сказали, что управляющий и охранник после работы долбятся в очко. Мне тоже сказали. Это же не значит, что это правда, правильно? Вы можете помолчать, когда я разговариваю с сотрудниками. Я с тобой разговариваю, слушай, сюда. Можно на вы? Я не слушаю. Не можно, потому что я не к тебе и твоему сторожу обращаюсь, а только к тебе. А я с тобой на ты. Знаете, с вами ютубицы не собираются, как вы здесь на публике. Уже собралась. Еще раз повторяю свой вопрос. С чего ты взяла, что это имущество твое или белое? Зачем в общественном? Я вам дам бланк, идите пишите. Да, не забудьте о том, что есть 306-я статья Уголовного кодекса, предусмотренная за лжедонос. Блант заявления, блант объяснения. Я так понимаю, про сочек, правильно? Да, но они считают, что это их товар. Пожалуйста. Искренне полагаю. Грибы попробовал на кассе, невкусные. Прямо-то обратно выплюнул. А где грибы? Грибы. Вот, надо прикрыть, потому что я туда прям выплюнул. С остальными не понравились. А, точно, про срочка. До 10-го, 10-го, 2021-го. А в этих три года. Заявление участковое, да? Ну, по про срочке-то, участковое должно замотить. Все четко. Ну, за ним он тоже мой, да, был. Они орутся в один голос, что я якобы не оплатил. Да, ну да. То есть, они у меня еще бабки торчат. Ну, по-моему, да. Сейчас, я беру сейчас, вносите, дай его. Угу. Он же, если вы увидели, что он манул. Он прямо вот так толкал. Кажите, вот, иди, тоже. Обязано. Слышь, тело, ты мне куртку испачкал, всяким чистку будешь платить? В добровольном порядке. Отпустите. А мы найдем его? А я не ухожу, ты заметил. Да, это и есть мы. Вы нам звоните, если вы считаете, что он слышит право. И они еще. Ну, с нами, да, и мы еще. Гражданин, я вас не обиду. Это милый. Серьезно? А что я? Ты мне куртку испачкал своим грязными руками. Я не знаю, в жопе ты ими ковырялся. Это ты грязный, смотри. Нет, это ты грязный. Эй, пойдемте. Руководитель своего, вызывай сюда. Я сейчас вам придет. Пусть приходит. Вот это предприятие должно мне за химчистку вот этой куртки. А, вот эта куртка? Серьезно? В таких случаях удерживают из зарплаты охранника, который испачкал куртку. А в дешевую химчистку я не отдам эту куртку, знай сразу. Так что можешь свою эту коробку под забором, как-то говорю, под забором живешь, продавать. Тут главное видно, да, что у вас товар, все положено, да? Нет, вот смотрите. Все важно, правильно? Товарищ, а вы кто у нас? Никакая разница. Нет, это он. Я сейчас не об этом речь. Вы мне просто скажите, точно все, ваш товар, да? Нет, подойдите. Там в картине есть, это памперсный. Когда он забирает. Я тебе предлагал бесплатно один памперс, чтобы ты мог надеть, потому что ты сейчас провел спецоперацию под названием «Обосрались». Какая разница, даже если он и не вместе, а если про зиму, в чем разница? Нет, я должен его искать, он берет этот памперсный или нет? Нет, ну вы кого задерживали-то в итоге? Нет, я его задерживаю. Ну, а он берет его, как зиму. Значит, надо обоих смотреть. А я что говорю? Если в твои функции входит наблюдение, ты охранник, ты не наблюдал. Получается, ты просто так получаешь свою зарплату. Получается, ты дармоед, а не охранник. Ой. Что ой. А ты кем работаешь вообще? А тебя это волновать не должно. Не должно. И моя работа. Вот здесь я нахожусь как покупатель. Будьте как покупатель. Или как один из покупателей. Ай. Это ваше или наше. Это частично твое, потому что я тебе памперс подарил. А я с тобой. Я с ним разговариваю. Ну и Шарон взял 51 статью и по жизни красавчик. Ой, не пугай меня, а. Чем? То, что он пользуется 51 статьей. Все для мужчин. А не для женщин. Какой ты молчаливый, Жека Грозный оказывается. Нет, по тебе-то, если ты имел в виду, плачет какая статья, по тебе 203. Да хоть 503. Нет, 503 это ты уже путаешь. Это уже гражданский кодекс там, но это другой. У нас сегодня нет таких товаров. Судья у нас, прокурор и ничего. Три в одном. Три в одном? Три в одном. Ну видно. Я сегодня буду и твоим прокурором, и судьей. Обязательно. Ну ты не верил, а видимо начинаешь верить потихоньку. Короче, получает это поставка. Ты этим и занимаешься. Поставка? Нет, я оптом давно не торгую. Давно я не торгую ни оптом, ни в розницу. Поставки никаких товаров. И не разберись с директором этими. Со мной что-то? Я должен остановить вас. Ну не директор же физическую силу ко мне приметал. А я что, убил тебя что-ли? Я тебе убил что-ли? Нет, ты куртку испачкал. Наоборот чистил. И проявлял неуважение к обществу. Первый раз, когда ты матерился, я тебе сделал замечание. Я не матерился. Ты еще раз матерился. На мне однократное замечание не реагировал. Не ври. У меня все на видео зафиксировано, если ты не знал. А ты таким жаргоном говоришь. А как ты-то понять, который я не люблю. Послушай, есть слова жарганизмов. А со мной не надо, потому что не знаешь, кто я. Я простой человек. Лю, ни один же организм не является нецензурной бранью, которой ты здесь выражался или выражопывался. Вот я тебе раз сделал замечание, два сделал замечание, три сделал замечание. Ты все равно матом орал. Зачем? Я матом орал не на вас, а на них, которые стоят там. Не, не, не бойтесь. Не бойтесь. Какая разница? Потому что они там все смеются, понимаешь? Ты матерился на них, оралом. Это не ваше дело. Я кого-то материл. Ты проявлял явно неуважение к обществу. Ты что? Общество. Сказали, ты вот. Серьезно? Вот женщины стояли и сказали, театры гримы, не понравился, плюнут, закрыли. Слушай, но если подойдет кто-нибудь и скажет, что ты в очко долбишься, то тебе скажут, что это неправда, меня нельзя гомосеком называть, ты скажешь, правильно? Может, есть. Если скажут просто, да, на ровном месте, сказать можешь все, что угодно. Я вас ничего не говорю. Мне сказали, задерживай, не Бог. Он убегает, не охватил товар. Ну и... А как тебе задержать? Если я не держал тебе за руку, тебе убежал. Вот я сейчас, например, приеду, у них при отделе есть, раньше это называлось ОВО, отдел инвестиции охраны, сейчас они имеют, уже принадлежность к Росгвардии. И у них есть подневная тарификация, как личную охрану можно. Пожалуйста, уйди отсюда. Вот я сейчас их найму и скажу, задерживайте его. Они сейчас скажут, на каком основании. Потому что просто я скажу, они должны будут тебя, что ли, задержать? Ты в своем уме? Я вот сейчас просто вот вынусь в карман, там, 50-80 тысяч сколько стоит, заплачу за день, там, троим бойцам Росгвардии, заключу договор, да? Просто буду им говорить, задерживайте вот этого в грязной фуфайке, за монитором, который сидит. Грязный фуфайка, это у тебя грязно. Ну нет, у меня куртка дороже, чем твоя жизнь стоит. На штани смотри. На себя смотри, потом говори. На обувь смотри. На штаны смотри, на куртку смотри. Прямо так, видите, что он говорит, только по нему. Ты вообще знаешь, что ты говоришь? Что говорю? Что ты такой, да? Что обсуждать, что я где-то. Форма охраны. Все надо. Какая форма охраны? Вот это сверху не форма охраны. А это холодный сквозняк, я ношу. Нельзя что ли? Слушай, пуховик старый хотел выкинуть, давайте принесу. Принеси. Продадим деньги, отдадим тебе. А, билла продаю. Как комиссионка, что ли, билла стала? Я не знал. В смешном цене продадим, отдадим тебе. В смешном цене? Да. А где такой смешной цен, он находится? А ты не знаешь, Дэй? Нет, а зачем мне? Я же не покупаю по смешным ценам. Иди туда, хост-дентер иди. Зачем я не хожу по смешным ценам? Что ты? У тебя нисколько за рекламу платят? Вы хотите сказать, что это не наш товар? Почему? А? Почему не ваш? А вы говорите, что это не ваш товар, оттуда не знаете. Я не сказал, что это не ваш товар. Сто раз говорили. Я спросил, с чего ты взял, что я не оплатил. Вы не оплатили. Видео есть. То есть, ты уверен, что товар не оплачен? Да. Там все покажется. Все с головой не дружит.